И всем привет, ребят! С вами Сторваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему обновлению. Это игровой видос с режимом Джиггернаута у нас сегодня в игре. Вышло новое обновление, которое теперь увеличило время матчмейкинговых боев до 10 минут. Ну и понятное дело, что сегодня я нахожусь в поиске каких-то интересных битв, вооружений и режимов, где можно сделать какие-нибудь новые интересные рекорды. Попробовал я, конечно же, поиграть на Тесле. Потратил довольно-таки большое количество времени, но, к сожалению, не пришел к нужному результату. И решил просто сыграть пару боев в режиме Джаггера, посмотреть, что из себя представляет данный режим на 10 минут. Ну и можно ли на нем, как в старые добрые времена, фармить безумные большие количества кристаллов. Кто не знает, раньше это был самый прибыльный режим. И в боях, которые были по 10 минут, можно было зарабатывать порядка 7-8 тысяч кристаллов на тот период времени. Это было очень и очень много. Сейчас это, конечно, кажется не такими прям безумными цифрами, но на тот период времени это были грандиозно большие цифры. И далеко не каждый мог добраться до что-то похожего. Сегодня я решил все это дело, конечно же, затестить. Первый бой у нас Иранчик пикнула уже в такую более начатую каточку, еще и без Джаггернаута с респа. В моем случае, конечно, хорошо, что пикает довольно быстро и зачастую можно попасться на Джаггернауте. Ну и здесь уже началась такая более-менее фармилка. Понятно дело, что сейчас у нас в игре появился ДМ-режим и акцент у игроков особо сильно не стоит на Джаггернаут, поэтому здесь не встретишь большое количество сильных оппонентов. Ну и именно в таких боях можно давать какие-то примерные рекорды. Первая карта это Иран, как вы уже видите. 2-1 мы здесь ведем, ну и я бы не сказал, что у меня здесь что-то получалось прям сверх грандиозное. Да, киллы бьются, при том довольно легко, нет каких-то особо проблем по уничтожению противника. Но, возможно, карта не максимально подходит для этого режима, либо же я просто не как-то супер грамотно играю на ней. То есть за 4 минуты, которые прошли, при том, что я еще и запикался в начатый бой, у меня около 20 киллов всего лишь. То есть для такого режима это очень и очень маленькие цифры за 4 минуты. То есть если у нас до сегодняшнего дня вообще матчмейкинговые бои были по 7 минут, то к этому времени должно быть как минимум какая-нибудь 30-ка, может даже 40-ка, чтобы это было что-то нормальное. И чтобы можно было бы полноценно сказать, что это может быть какой-то там рекорд новый. То есть все-таки вы понимаете, что в таких боях набивая 40-50 киллов, вы явно там заберете каких-нибудь там 7 тысяч, ну максимум 8 тысяч. Но это явно не тот результат, который хотелось бы видеть на 10-ти минутных матчмейкинговых боях. Поэтому я здесь пытаюсь уже где-то чуть больше открываться, рисковать, стараться давать больше киллов. Но в конечном итоге все равно 30-ка за полбоя это явно не супер большой результат. И даже по табу, если просто посмотреть, то со мной вместе играет игрок, который просто на викинга рикошете убивает джиггернаута. И при этом имеет даже большее количество очков, нежели у меня. При том, что он запикивался в бой примерно в том же самом тайминге, что и я. Ну и здесь, конечно же, ну наверное не совсем приятно складываются тайминги. Здесь уже совсем скоро меня чпокнут. И дальше уже я буду вынужден играть, ну здесь конечно арьес очень жестко накидал. Я буду вынужден играть на обычном джиггере. Ну и вы видите, да, то есть 36 киллов за полбоя. Ну явно не такие супер большие циферки. Что касаемо вообще обычных вооружений, которые стоит использовать в этом режиме, я все-таки все равно склоняюсь к Крусейдеру. Очень круто он себя показывает в всех, мне кажется, режимах. И джиггернаут не исключение. И на нем тоже можно очень эффективно набивать киллы. Даже если вас там не пикает с самого начала джиггернаут. И как-то не супер грамотно у вас складывается бой. Здесь уже начинаем, после того как я слился, начинаем потихонечку сливать каточку. Противник начинает уничтожать нашего джиггернаутика. Хоть и у меня тут сорокетик, да, то есть тиммейт с 31 киллом. За счет того, что уничтожал джиггернаут, имеет большее количество очков. И что касаемо режимов, на данный период времени с 10-минутными боями, если вы хотите узнать, какой же режим лучше использовать для фарма кристаллов и опыта, то 100% это джиггер. То есть если вас пикает быстро в бои, я думаю, что лучшего режима нету по набору ни опыта, ни кристаллов на повышенных дополнительных фондах. Это явно вот тот самый режим, где можно жестко-жестко зарабатывать. Но что касаемо этого боя, не все складывается максимально удачно. Да, киллы можно свои давать, безусловно. Но должного результата даже при таком количестве убийств оппонента нету. Да, то есть здесь надо выигрывать, занимать первую строчку и стараться еще как можно больше отрываться от своих тиммейтов. Если вы отрываетесь, то, соответственно, там ваш коэффициентик уже становится более такой приятненький. И можно поднять безумно хорошие, красивые циферки, которые мы сможем увидеть в следующем бою. К слову, это всего лишь первый бой, который я сыграл за сегодня в Джаггере. То есть я сегодня тестил на Теслочке почти все режимы, старался дать как можно больше, но, к сожалению, у меня там не получилось дать каких-то безумных цифр. Здесь вот вы видите, сосулька летела прямо в танк, но она пролетела насквозь. То есть это новый какой-то баг или ошибка игры, с которой я уже на Крусейдере несколько раз сталкивался. Очень непонятно, как это все дело происходит. Ну и понятно дело, что это ненормально. Это ненормально, когда такая дичь есть вообще в игре, что вы просто даете хороший дэмэдж в Джаггера. И по сути его можете уничтожить, но по итогу сталкиваетесь вот с такой дичью и вообще не наносите урона. Хотя там красивая восьмерочка с Крусейдера летела и с этой восьмерочкой потенциально, потенциально я мог уничтожать сразу Джаггернаут. Но урон не прошел и сосулька улетела куда-то в другую сторону, да, то есть сквозь танк, либо сбоку от танка, непонятно, да. Ну и зачастую есть тоже там дополнительные еще баги с этим овердрайвом. Я думаю, что может быть даже в дальнейшем я по этому поводу что-то запишу. Так, по окончанию боя за 900 очков мне дали 5000. Это, ну, наверное, средний заработок любой катки в контроле точек, в регби и в прочих режимах. Ну и здесь меня уже запикивает на супер Соликамск. Я на данный период времени, вот на данный период времени боя за 9.40 минут до конца, конечно, хотел бы дать хорошее количество киллов и понадеяться на то, что здесь сумеет меня Джаггернаут удивить количеством кристаллов. Но я не ожидал точно увидеть какие-то безумные цифры. Обычный дефолтный раскатик от Кемперки, да, то есть без никаких там сверхоткрытий. Довольно аккуратно, сайвовая игра, без риска. Понятное дело, что если играть с риском и, например, пушить на вражескую базу, то можно уже на таком тайминге иметь значительно больше киллов. Но в связи с тем, что я хотел просто потестировать и посмотреть, сколько я смогу дать киллов и сколько я с этих киллов смогу получить кристаллов, я четко от Кемпы решил аккуратненько поиграть без лишнего риска. Понятное дело, что если мне удастся держать эту позицию длительный период времени и противник не будет на меня особо давить, то уже можно будет чуть больше открываться, ну и стараться давать большее количество киллов. На данный период времени я, конечно же, особо открываться под противника не хотел, хотел более сайвового отыграть и дать хороший буст по киллам. Ну и здесь уже начинает потихоньку мне саппортить шафт с лечением. Если он вдруг смотрит данный видеоролик, то огромное спасибо за поддержку. В паре-тройку моментов меня могли чпокнуть, но благодаря этому шафту, который довольно грамотно давал мне хпшечку, мне удалось выжить в ситуациях, где там и пушили, и овердрайва прожимали. Поэтому, возможно, даже благодаря ему мне удалось поднять очень хорошие цифры по окончанию этого боя. Ну а на момент 8 минут до конца боя у меня где-то, наверное, около 20 киллов на данный период времени. Это не сказать, что супер какие-то большие цифры, но, в принципе, учитывая тот факт, что матчмейкинговый бой на 10 минут, это уже нормально. Нормально. Плюс это Соликамск, я в голове своей даже на этот период времени понимал, что в таком бою повышенный коэффициент, да, и то есть чем больше карты, тем, понятное дело, что вы сможете набить меньшее количество очков. Ну и на большей карте там уже коэффициентик становится более бодрый. И понятное дело, что если вы там даете каких-нибудь 70-80 киллов, то это эквивалентно, наверное, песку больше 100 киллов. Да, больше 100 киллов. То есть здесь 70-80, это как на песке больше 100 по кристаллам. За счет того, что карта большая и она, если я не ошибаюсь, 10 на 10 Соликамск у нас сейчас. Сейчас, если что, поправьте меня в комментариях. Ну, вроде 10 на 10. Ну и уже 400 очочий. Очочий для такого боя, ну, при пассивной игре, наверное, неплохо. Наверное, неплохо. Плюс я понимаю, что мы ведем 1-0. Особо открываться под противника нет никакого абсолютно смысла. Можно просто давать свои киллы и аккуратненько, аккуратненько двигаться к своей цели. Уже плюс джаггернауты наши тиммейты убивают. Ну и понятное дело, что расширение по джаггерам и по времени дает вам отличный буст по дополнительному уничтожению оппонента. Ну а что касаемо вообще позиции, почему выбрал именно ее, почему не, например, встал снизу за домом или под холмом. Здесь есть очень жесткое открытие под правый фланг, который я уже пару-тройку раз реализовал, где идут вражеские респы. Ну и плюс можно, ну, как-то увеличить свои шансы на хорошее окончание этого боя. Здесь я уже понимаю, что противник играет максимально пассивно, под меня особо никто не открывается, можно чуть-чуть поагрессировать, постараться с более близкой позиции от холма дать большее количество киллов. Может быть это рисковая темочка, да, но понятное дело, что я не особо люблю стоять весь бой там пассивно, даже если я там начинаю не очень агрессивно, то по ходу боя все равно хочется уже подпушить и сыграть как-то более нагло, более уверенно и поднять большее количество очков. При том, что я еще и понимаю, что меня постоянно хилит Шафтецкий, да, который играет, вы видите, да, постоянно луч на мне. И здесь вот периодически по 3000 хп, по 5000 хп мне добавляет мой тиммейт на Шафте с лечением. Очень хорошее устройство для поддержки непосредственно Джиггернаута, я кстати записывал видос, в этом режиме мы с Мишей там старались что-то сделать, но вот здесь вот Джиггернаут вообще показывает прям максимально, о вернее Джиггернаут Шафт показывает максимально грамотную и качественную игру, как нужно саппортить своего тиммейта. Он сейвит мне дополнительно овердрайв, который по итогу через буквально 2 минуты или даже меньше, не помню сколько, зарешает, да, то есть если бы его бы не было, то скорее всего меня бы могли бы просто-напросто чпокнуть. Ну а благодаря вот этому молодому человеку мне удается все дело сохранять и чувствовать себя более комфортно. За счет этого пуша добавил себе порядка 20 киллов, здесь решил сыграть более аккуратно, отлично понимая, что совсем скоро появится у Викинга овердрайв, там один как минимум жестик есть в противоположной команде, ну а слиться за 3,5 минуты до конца это, ну наверное провал полный, при том что бой 10 минут, а не 7, то есть полноценно как бы обычную матчмейкинговую катку на Джаггета я отыграл, но хотелось бы все-таки посмотреть сколько можно дать с 10 минут, а не с 7, с 7 минут я и так мог раньше сыграть и увидеть там свои 6-7 тысяч и сказать что ну как-то ну такое, да, то есть может быть с одной стороны это неплохо, но там сидеть потеть очень жестко ради таких маленьких цифрок это явно не то. Ну и здесь вот как раз таки этот Джаггернаут овердрайв мне пригодился, рикошет мог меня по идее сливать, но хороший тайминг для меня и не совсем грамотная доигровка вражеского Викинга дала мне возможность здесь пожить. Ну и что, то у нас, 3 минуты до конца, очень хорошая разыгровочка на протяжении всего тайминга, до сих пор особо сильно никто под меня не открывается, как я уже говорил ранее, это наверное благодаря по большей части тому что есть сейчас ДМ режимы, большинство игроков играет там, которые играют жестко в Джаггере, да, здесь, ну может быть, либо они по этому таймингу еще не играют у нас в матчмейкинге, да, может быть они там спят или играют в какие-то другие режимы, Джаггернаут думает, что кляпа усатая, его там не стоит тестить, не стоит на нем играть, но это явно ошибочка, потому что уже за 2 минутки до конца порядка 60 киллов имеется у меня, что для Соликамска является очень хорошим показателем и это явно не предел, здесь можно давать еще больше и стараться поднимать большее количество кристаллов, ну и конечно же еще зависит многое от ваших тиммейтов, если у вас тиммейты играют, ну не сверх круто и не жестко набирают очки, да, то у вас понятное дело, что будет возможность забрать больший фонд, да, если у вас есть тиммейты, которые постоянно там пушат Джаггера, уничтожают там и делают киллов по 30-40 за бой, ну и понятное дело, что они скучают у вас довольно неплохой кусочек фонда и в конечном итоге вы уже не получите ту нужную сумму, которую вы бы хотели бы видеть. Для меня, ну это было, наверное, очень сильное удивление, очень сильное удивление, когда я увидел такие безумные цифры по окончанию этого боя, уже через 50 секунд вы вместе со мной их также увидите, 1100 очков, вернее, ну да, очков, не в опыте. В бою, при том, что я уже сегодня видел, как ребята набивали из токсиков полторашечку, да, то есть я понимал, что как бы, ну 1100 это мало и, наверное, здесь какая-нибудь там семерка залетит по кристаллам и все, да, то есть, но хотя, как бы, если подумать, то это Соликамск, да, и на Соликамске может дать и побольше. Ну и Шафт здесь, ну просто. Последнюю минуту Шафт насейвил мне очень большое количество здоровья и за счет него я дал еще дополнительно где-то порядка 10 киллов, чего я мог вообще не сделать в этом бою. 3, 2, 1, 0 и если бы я бы записывал бы сейчас бы в прямом эфире, я бы был бы просто безумно поражен, когда я увидел эти цифры. 3, 3, 722 кристаллов. Это абсолютный рекорд по моим цифрам и я большее количество кристаллов никогда не брал, хотя нет, брал, вру, брал, а может и не брал, не помню, не помню сколько я брал в штурме, но все равно в Джиггернауте это точно самое большое количество кристаллов, которые я когда-либо брал. Плюс это всего лишь второй бой за сегодняшний день, который я скатал и он уже настолько жестко рекордный, при том, что я уверен, что если я буду играть дальше, я не смогу увидеть таких цифр. Это безумно большие цифры для Джиггернаута и вот они, бои по 10 минут, которые просто-напросто открывают вам возможность получения такого безумного количества кристаллов. Ну и, конечно же, опыта. За бой 10 тысяч опыта. 10 тысяч опыта плюс 14 тысяч кристаллов. Поэтому, что я вам могу сказать, молодые люди, это однозначно лайк, если, ну, такое достижение, такой видос не достоин лайка, тогда, ну, я не знаю, что надо еще сделать, да. Плюс, советую вам также покатать Джиггер, попробовать, если вас хорошо пикает, пофармить, возможно, похвастаться своими какими-то безумными достижениями и цифрами в комментариях. Если вы считаете, например, что это шляпа и это мало, напишите, сколько вы поднимали. Но для меня это новый, мировой, замечательный, мой личный рекордик в виде 14 тысяч кристаллов. Ну, округлим до 14, пусть будет 14, 14 мне больше нравится, хорошее такое красивое число. Ну и катайте, катайте, пробуйте. 10-минутные битвы открывают возможность заработка безумно большого количества кристаллов. Я уже вчера в видосе с обзором обновы, да, можно так сказать, анонсом всего этого, что у нас сегодня уже есть, говорил. Поэтому мои слова становятся реальностью. Пармите, поднимайте безумно большие количества кристаллов. Ну, а у меня на этом все. Поддерживайте видосик лайком, подписывайтесь на канал. С вами был Мастер Ванька, всем удачи и всем пока.